Всем привет! Начинаю снимать больничный влог. Хочу вам показать, как нас разместили. Здесь у нас пеленальный столик. Это, кстати, моя пеленка. Я ее не сложила. Наши любимые бутылочки. Также здесь у нас такая кроватка. Кстати, вот эти штучки, они поднимаются и крепятся вот на таких штучках. Ну, как бы, я не знаю, как сказать, ну, вы поняли, крепления. Уже приготовила какой-то слипик, одену ему на ночь. Здесь такая подушка, но подушками мы не пользуемся. Я взяла почти все погремушки, что у нас были дома, чтобы его развлекать. И то, видите, он у меня не выспался. Кстати, нам подарили вот такие слингобусы. Очень ему нравятся, он их любит черебить. Вообще, они придуманы, чтобы мама их одевала себе на шею, и ребенок играл, сидя у него на руках. Но это не про нашего Максика, он просто ими играет. Вот моя кровать. Самая обычная. И вот моя тумбочка. Сухие салфетки, ну, в общем. Ну, тут также у меня соседка, правда, она пошла сейчас гулять. Мы только что поели, наверное, сейчас тоже пойдем гулять. Правда, не взяли мы коляску. Пойдем, наверное, гулять, потому что очень он не выспался и стал капризным. Так что вот, коляску привезу уже с понедельника. Вот так вот мы не выспались. Здесь очень такие твердые матрасы. Я думаю, что он не стал спать из-за них. Так что постараюсь поснимать вам побольше. Всем привет. Хочу рассказать, как у нас дела обстоят в больнице. Нам вчера сделали массаж. Массаж на таком надувном шарике. Фитбол, по-моему, он называет. Сделали физиотерапию. Сделали такой интересный, в общем, такую, как бы сказать, проверку. Я не знаю. Положили мелкого на такой пласт. И он как дергался, фиксировали все его движения. В общем, по результатам этого исследования, все хорошо у нас с моторикой, не с моторикой, а с динамикой движений. Все нормально. Также нам сделали УЗИ головы. Сделали вчера какой-то укольчик. Вернее, не какой-то, а мне сказали, какой стимулирующий такой. Ну, ничего, никаких антибиотиков, ничего такого. Также нам сказали, что вроде как у нас будет гидромассаж. Вот. Сегодня нас также должен посмотреть ортопед. Но я, в принципе, довольна. Массаж здесь делают очень классный. Я не думаю, что что-то пойдет... Ну, все пойдет в пользу. Спать нормально спим. Единственное, у меня очень жесткая кровать. Сейчас покажу вам. А, вот так вот. Вот такие, видите? Вот так вот здесь. Ну, прям такой жесткач. У него тоже первый раз, когда положила тяжеловато, он заснул. Сейчас уже привык. Ну, мне кажется, это полезно для спины. Еще хочу сказать, что я уже здесь была в душе. Нормальный душ. Можно принимать. Для детей здесь есть ванночка. Сегодня нас забирают домой. Ура, ура, ура. Сегодня у моей мамы день рождения. Я, наверное, сегодня же выложу влог. И мы на два дня поедем домой. На два выходных. И в понедельник, с понедельника мы на пять дней здесь. То есть, благо, что дом у меня получается в часе езды отсюда. Поэтому не так далеко. Мы бы ездили, может быть, и каждый день. Здесь разрешают. Но некому меня привозить рано утром. То есть, в шесть утра мне надо выезжать из дома. Это очень рано. Шезлонгом пользуемся. С удовольствием вообще. Вот он у меня сейчас лежит в шезлонге рядом со мной. Я хотела и развивающий взять коврик. Но я бы не сказала, что он прям сильно в нем ему нравится. Не сказать, что нравится. Сейчас мне опять скажут про то, что я не накрашенная. Но, девочки, извините меня, пожалуйста. Я в больнице нахожусь. У меня сейчас не тут даже толком зеркала нет. Ну, как бы есть. Но времени я бы не сказала, что есть. И у меня соседка. У нее ребеночек стоит в пять часов утра. И начинает кричать. И я очень всегда боюсь, что она разбудит моего мелкого. И с пяти утра я уже сижу около него и смотрю, чтобы он не проснулся. Ну, то есть, в принципе, на ногах с пяти утра до одиннадцати часов вечера. И это, ну, выматывает. Ничего не скажу. И, кстати, сейчас опять, блин, скажут, что я ною. Я не ною. Все нормально. Просто я вам рассказываю, как здесь обстоят дела. Опять у меня не очень такие приятные комментарии начали. Что я мамашка, которая рада, что избагрилась от грудного вскармливания. Что я гуляю такая счастливая. Вообще с ребенком не сижу, короче. Я беру камеру. Раз. Ну, наверное, в три часа, в четыре, в пять. Все остальное время. Как бы я тоже живу. Вы не думаете, что я снимаю прям все, что я? Все остальное время я нахожусь с ребенком, девочкой. И я не знаю, то ли это... Да, я ходила навстречу выпускников. Да, я могу пойти погулять. Да, я могу пойти на день рождения. Просто потому, что, во-первых, у меня здесь сейчас моя мама. А в трик с моим ребенком спокойно сидит, с нашим ребенком сидит муж. У нас нет никаких проблем. Слава богу, перед этого в этом. И у меня... Мы отказались от грудного вскармливания. Но так получилось. Я объясняла историю. То есть я как могла. Я все, что могла, я все сделала. Я уже даже не знаю, что говорить. Я понимаю, что я оправдываюсь. Но я сама прекрасно понимаю, что это очень плохо, что мы не на грудном. Но мы были 4 месяца на грудном. И так получается. Ничего не могу сделать. Вот так мы развлекаемся. Любимая наша погремушка. Я хочу снять вам душевую кабину. Сейчас пойду и сниму. Поехали. Спасибо. Собралась домой. Сейчас покажу вам. Вон пакет, сумка. Шезлонг, наверное, оставлю здесь. На всякий случай приготовила. Обе тумбочки мы очистили, чтобы здесь ничего не было. Ну, чтобы вдруг чего. Кстати, окна, вот если вам видно, пластиковые. В принципе, меня условия очень устраивают. В том плане, что не жарко, несмотря на то, что такая жара. Нормально. По-моему, иду за мной. Нет, мне показалось. Уже так хочется, чтобы за мной приехали. Что как бы... А мелкий у меня Максим покушал. Играется. Нам подарили на Кристины такие слингобусы, по-моему, это называется. В общем, предусмотрено, что мама будет их... Не очень видно. Мама будет их вешать себе как украшение. И ребенок, лежа на руках, будет играться. И вот он... Я не ношу их, а просто даю им. Он так играет с ними. Вам там видно. Единственное, что вот кровати железной. Я очень боялась, что он ночью ручкой вот так сделает. И чтобы не ударился. Я застилала ему полотенечко. Вроде нормально. А так, что касается условий, не жарко. Персонал нормальный. Врач мне очень нравится. Массаж, правда, нам делают. Мы очень сильно плачем. Но говорят, что это нормально. Что так вообще-то все. И что... Что-то у меня стелка. Что если плачет, то значит, все идет на поправку. Ему очень разминают вот тут вот эти вот мышцы на плечах. Потому что говорят, что они у нас плохо развиты. Вот. Будь здоров. Будь здоров. Также были вот на физиотерапии. Там он тоже плакал. Еще нам брали биохимический анализ. И я больше перенервничала от того, потому что... От того, как брали анализ у девочки перед нами. Дело в том, что ей брали его из головы. Первый раз не попали в вену. И только со второго... Второй раз они... После того, как прощупали все ей ручки, ножки там... Попали. И, в общем, выходит эта мама, которая там... Ну, орал ребенок, наверное, минут 4 на разрыв просто. Нет, не 4, наверное, 2. Я просто преувеличиваю. И мы следующие должны пойти. Меня вот так колотило. Очень страшно. Слава богу, у нас нашли венку на ручке. И кололи вот здесь. Но он все равно, конечно, плакал очень. Но, по крайней мере, у нас нет синяка на голове. Это не так страшно было. По крайней мере, смотреть даже вот на все происходящее. Что еще сказать? Кормят нормально? Я вам сняла обед. Это был обед. Причем суп я уже начала кушать. И только потом вспомнила. Слышу, как играется мама с ребеночком. Вот. А на завтрак каши. Но вот на завтрак я почти не кушаю ничего. Потому что тут какие-то каши... В общем, насколько вот я в роддоме все ела, здесь почему-то у меня не получается есть. Невкусные для меня вот лично. Ну вот гречка сегодня была. Я более-менее ее поела. Просто такие очень сильно разваренные. Ну так, наверное, везде. И какао. Какао я тоже не пью. У меня есть чай. Я пью чай в номере, хотела сказать, в палате. Обед я ем второй день полностью. И кашу, и суп. Тут картошка на второе сегодня вот была, например... А, нет, капуста, капуста. Я прошу прощения. А на первый супчик гороховый. А на ужин, когда как, бывает картошка, бывает капуста, бывает... Вот вчера была картошка с рыбой. С такой вкусной рыбой. Вообще, мне не нравится, как здесь кормят. Я ем только здесь. У меня нет ничего своего. Только вода. И был снежок из молочки. Все. Сегодня я иду домой. Очень хочется помыться вообще. Потому что я помылась. Хочется помыть голову. Хочется помыть Максика нормально. Единственное, что вот с тем, как его мыть, небольшие проблемы. Я буду, наверное, носить ванночку в душевую кабину. И там буду его мыть. Потому что, конечно, под краном я сполосну его. Но все равно хочется его промыть всего. Ну, в общем, наверное, на этом буду заканчивать свой больничный влог. Я очень благодарна всем за просмотр. Я очень вас ценю. Люблю. Обнимаю. Целую. Всем пока-пока. До скорых встреч. И всем спасибо за просмотр.